Здравствуйте. Британия при новом правительстве Лейбористской партии продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, заявил новый премьер-министр Великобритании Кир Старлер. Как сообщает Financial Times. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, обсудить вопрос использования дальнобойного оружия США для нанесения ударов по аэродромам на территории России во время саммита НАТО в Вашингтоне. «Ракетный удар по Киеву – прямое указание на то, что следует начать мирные переговоры», – заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В понедельник, 8 июля, вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам в Киеве, одна из ракет попала в детскую больницу. Сегодня не представляется возможным с уверенностью сказать, чья это ракета, и по сути это и не важно. Ясно, что ракетно-бомбовые удары по украинским городам являются прямым следствием разрешения использовать западное оружие при ударах вглубь России. Это не оправдание Кремля и вообще кого-либо, это просто объяснение. У войны своя логика, и вот она такая. Ульга Романова, кто там она, иноагент, эмигрант и так далее, на украинском канале говорит о коллективной ответственности. Естественно, россиян. Для меня дико. Но не бывает коллективной ответственности с одной стороны. Вот такая она, коллективная ответственность. Вспоминается уже давняя история про удар украинского штурмовика по зданию Луганской администрации. В 2015 году. Я там тогда, мне тоже неподалеку находился. Так вот, все украинские паблики обошла картинка женщины с оторванными ногами тогдашнего министра здравоохранения Луганской республики. Она долго и мучительно умирала под камеры, а комментарии украинцев были радостными. Самка Колорадо, помните? А потом наступила коллективная ответственность. Но все решили, а нас-то за шо? Конечно же, дети, которых накрыло в диализном центре Киевской больницы, ни в чем не виноваты. Но вот это она, коллективная ответственность. Помните об этом, когда произносят эти страшные слова? Коллективная ответственность. Эти слова пахнут печами Освенцева. Зеленский и Кулеба приехали требовать новых разрешений для ударов по России. А обратно-то ничего не прилетит. И во всей просвещенной Европе один Орбан хлопочет о мире. Остальная Европа закапывает Достоевского. Про помощь канала не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто несмотря ни на что помогает. Напоминаю о репостах, это тоже будет нелишним. И о странице в ЖЖ. Кратко. Госдума приняла закон о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Прошли обыски в доме экс-депутата трех созывов Госдумы Валерия Драганова, бывшего председателя таможенного комитета РФ. В Алексине Тульской области, а на складе Вайлдберрис, умер работник. Он скончался от жары. Украинские спецслужбы пытались подорвать трех российских военных. Им доставили подарки с бомбами. Внутренний туризм решили стимулировать новым налогом. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закона совершенствование налоговой системы, которая включает в себя введение в России туристического налога. Теперь муниципалитеты будут самостоятельно определять размер такого налога. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиницы. В 2025 году ставка налога составит 1% от стоимости проживания. До 2029 года она будет прибавлять по 1% в год. У нас что-то там говорили о развитии внутреннего туризма взамен сильно уменьшившегося зарубежного. А новый налог, он что, относится к мерам по развитию туризма? Ну, теперь-то дело пойдет. Журавлев разоблачил Пугачеву. Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главы Минюст Константину Чученко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. «Прошу вас рассмотреть вопрос о признании Пугачевой Аллы Борисовны лицом, находящимся под иностранным влиянием и занимающимся в РФ целенаправленным сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц, сказанных в документе». Шпионка, что ли, оказалось? Светни он собирает. Вообще, любого, кто постоянно проживает за границей, можно смело признавать иноагентом, не вдаваясь особо в объяснение. Ну вот, писатель Гоголь, например, так и помер в Италии, которая нравилась ему куда больше, чем Миргород. Или писатель Тургенев, тот вообще был женат на француженке, естественно, находился под иностранным влиянием. Про изменника Родины, Герцена, даже не говорил. А Пугачуль вообще пробы ставить некуда. И известность-то получила, когда выиграла Золотой Орфей, между прочим, в стране НАТО. Молодец, депутат Журавлёв, бдительный оказался товарищ. Надо бы её осудить ещё за что-нибудь заочное. Ну, хоть за шпионаж какой-нибудь, диверсии. Допустим, при выступлении в Лужниках пыталась разрушить большую спортивную арену при помощи акустического удара голоса. Две трети россиян отложили покупку жилья. После отмены льготной ипотеки 66% россиян отложили покупку жилья. Об этом сообщила РБК со ссылкой на результаты исследований финансового маркетплейса «Сравни». Кроме того, 23% признали, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если им попадётся подходящий вариант. Ещё 11% решились на ипотечный кредит раньше, чем планировали, чтобы успеть воспользоваться льготной программой. А что? Жили же как-то раньше, без ипотеки вообще. В простоте жили. Квартиры вон государство бесплатно выдавало, что было абсолютно непереносимо, потому что хотелось рынка жилья вместо бесплатной квартиры. Теперь хорошо стало. Рынок есть. Квартир, правда, не всем хватает. То есть квартир-то достаточно, даже в избытке, а вот купить не на что. Зато хорошо-то как стало.